Акторское телевидение Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. Мы вновь в студии передачи «Что делать?». Я Виталий Третьяков и гость из сегодняшней передачи. Будем говорить, как всегда, о проклятых вопросах русской жизни, русской истории. Безусловно, один из проклятых вопросов, вот это наша политическая культура. Для начала я хотел бы вот что сказать, обращаясь в первую очередь к тем, кто здесь присутствует и будет обсуждать эту тему, что мне не хотелось бы, чтобы мы сконцентрировались, как чаще всего бывает в этих разговорах, на драках в парламенте. Они у нас не столь часто случаются, чтобы выдавать это за признак, какой-то особый признак русской культуры. Давайте попытаемся что-то более фундаментальное обсудить. И для начала, по традиции, вопрос для короткого ответа, всем одинаковый вопрос. Вот назовите, пожалуйста, по одной, на ваш взгляд, очень хорошей черте русской политической культуры и еще одну отвратительную черту. Ну, если говорить о российской истории последней, то есть вот начиная с 91-го года, видимо, все-таки к хорошим чертам я бы отнес то, что политическая борьба ни разу за это время не привела никаким, так скажем, вооруженным эксцессом. После 93-го года, я бы так сказал. Несмотря на довольно острые ситуации, которые много раз возникали, и связанные с отставками правительства, даже импичментом президента, сменой власти президентской в России, несколькими выборами, все-таки, в отличие от многих других прецедентов российской истории, это происходило мирно. Но то, что мне не нравится в общем российской политической культуре, то, что за это время все-таки так и не сформировались такие нормальные, в мировом, общепризнанном смысле, политические силы, как политические партии, которые, собственно говоря, и должны составлять основу политической борьбы в цивилизованной стране, где демократическое устройство. У нас все-таки политика осталась по-прежнему в основном борьбой персоналей, а не политических партий. Владимир Александрович, я думаю, что... Лучшее и отвратительное. Да, вот это вот такая монета, где две стороны. Первая сторона, это то, о чем Александр Митч сказал, это терпимость, долготерпение, способность терпеть трудности на протяжении десятилетий. А обратная сторона этой медали, это пассивность, равнодушие и апатия, которая позволяет властям зачастую делать со своим народом все, что угодно. Я бы назвал одну черту, которую можно назвать и самой плохой, и самой хорошей в разных ситуациях. Это свойственное нашей элите политической, говорить одно, а делать другое. Это только нашей свойственно? Ну, в нашей, я бы сказал, в большей степени. В чем другим? Хорошо, посмотрим, как будет дальше. Вот интересно, что на самом деле все, кто пока говорил, говорили о расплывчатости грани между положительными и отрицательными сторонами. У меня будет то же самое. Но я сразу оговариваюсь, я говорю о сегодняшней политической культуре, не о культуре, будто бы свойственной России всегда, а сегодняшней. То есть положительная сторона – это нетерпимость, которая способна, меняясь, перерастать в аморализм, а положительная сторона – это моральность, которая способна перерастать в нетерпимость и систематическую жестокость. Вот лично для меня наиболее привлекательная часть в наших политиках российских и в политике в целом – это эмоциональность, вот если хотите. Это отсутствие, ну, по крайней мере, у значительной до сегодняшнего дня части людей, которые хотят заниматься политикой, отсутствие вот такого холодного прагматического расчета. Ты мне, я тебе. Имея в виду население. Я тебе водку, ты мне голоса. И отсутствие у большинства, с моей точки зрения. Ну, конечно, у нас есть криминальный такой бюрократический слой людей, которые идут во власть, но я не думаю, что это стало господствующим. Если же говорить о главном недостатке, это гигантская пропасть между вот этой элитой и населением. Люди не то что не реагируют на политиков, они им не верят. Вот они им не верят и их выбирают. Не верят и выбирают. И вот получается такая ситуация, что ты не знаешь, собственно говоря, что тебе делать. Вот у тебя есть какая-то программа, есть какая-то система взглядов, вроде с ней соглашаются. Знаете, вот есть такие рейтинги. Рейтинг доверия и рейтинг, за кого вы голосуете. Они абсолютно разные. Вот, например, там в Америке, там в Германии, Великобритании, там даже нет вопроса о том, за кого бы вы проголосовали. Там задается один вопрос. Кому вы доверяете из политиков? Потому что предполагается, что кому доверяют, тому и за того и голосуют. А у нас наоборот. Но это я тоже не хотел бы сейчас говорить о том, что это такая коренная особенность русского народа. Это просто отсутствие вот этой работы, этой профессии, вообще говоря, направления деятельности на протяжении не то что 75 лет, на протяжении сотен лет. Ну, для начала, на мой взгляд, интересно и проявились некие и противоречия, и неясности. А все-таки о том, что такое политическая культура, как бы в академическом определении, это энциклопедия, двухтомная политическая энциклопедия, 99-го года выпуска, издание. Вот я решил к этой статье прибегнуть, потому что Сергей Викторович сейчас затронул тему того, что какое-то недопонимание между политическим классом и населением, избирателями, потому что и те, и другие представляют политическую культуру. Простите, значит, автор статьи госпожа Иконникова, вот что пишут о политической культуре. «Политическая культура включает в себя наилучшие способы политического выбора и действий, ценности и идеалы политического перестройства общества, оптимальные формы социальных взаимоотношений людей в ходе взаимосогласований их интересов» и так далее. Далее, значит, такие конкретные качества политической культуры. «Не следует уж улучшать духовную жизнь общества, тотально разрушая старые духовные ценности и историческую память народа». Во-вторых, политическая культура ориентирована на нравственность и правозаконность, и цель и средства их достижения должны иметь человеческое лицо. Специально отмечаю, что существует два вида носителей политической культуры – народ и политики. Вот то, как раз о чём мы начали говорить. Ну, естественно, отмечаю, что политическая культура народа в целом общество определяется исторической демократической традицией и развитостью политических институтов общества. Тоже эта тема затагивала, что у нас ещё молодая демократия, маленькая история, особенно вот этой современной политической культуры. Для начала, это слово ни разу не прозвучало, хотя оно что-то популярное, но я хотел бы выяснить у вас отношение к такому понятию, как византийство в русской политической культуре современной. Что вы под этим понимаете и в чём конкретно проявляется? Плохо это или хорошо, и как проявляется сегодня? Ну, под византистом обычно понимается достаточно такая узкая штука. Это когда какие-то решения принимаются там наверху, как у нас говорят, наверху, где-то там, да? В тиши кабинетов, в результате сложных интриг, когда говорится одно, о чём Андрей говорит, делается другое, значит, подразумевается третье, и вот в этой, так сказать, всей мутной такой вот византийщине рождается государственная политика. Это разве только у нас? Это не только у нас, это действительно более характерно для восточных обществ, для обществ, где нет публичного столкновения мнений, где нет свободы слова, где нет противоборства политических сил. В этом смысле у нас вполне достаточно византийства, и в какие-то периоды его больше, в какие-то периоды его меньше. Сейчас похоже, что его становится опять больше, потому что роль парламента падает, роль политических партий падает, публичного обсуждения проблем почти нет в обществе, и в этом смысле опять в основном все пытаются угадать, какие группировки в Кремле, кто за что, кто с кем, кто тайный лидер, кто тайный движитель этих всех столкновений и так далее. Здесь более серьёзный вопрос стоит. Насколько та культура, которая у нас есть, новаторская, насколько она традиционная? Мне кажется, что всё-таки у нас преобладает традиционная политическая культура, это видно по всему. Вот сейчас, если пройти по коридорам Государственной Думы, заглянуть в каждый второй кабинет, висит портрет Путина. Почему он висит? У одних побольше, у других поменьше. Что команда такая была вешать портрет Путина, не было такой команды. Значит, почему они висят? Люди сами вешают. Любят, потому что так принято. Или вот, например, скажем там, губернаторы, да, пошла такая мода, добровольно... Вот Николаев в Якутии боролся, боролся, а потом взял, написал, добровольно ушёл из выборов. Почему ушёл? Ну, попросили. А кто попросил? Сверху попросили. А почему ушёл? Не хочет бороться? А почему не хочет бороться? Потому что такова политическая культура. То есть вот эти традиционные какие-то вещи, вешать портреты, всегда говорить «да» на просьбу руководства, всегда соглашаться с тем, что делает руководство, не противоречить, не перечить. Это характерно как для народа, если говорить о народе, так и для политической элитации. Я хочу уточнить, что относительно портретов, я хочу уточнить, у нас здесь есть представитель партии «Яблоко», но я не думаю, что «Яблочники» вешают в своих портретах, в своих кабинетах портреты Путина. Сейчас Сергей Викторович спросит, вешают или нет? Они, мягко говоря, не большинство в Государственной Думе, поэтому их кабинеты общей настройки, в СПС, я уверен, что висят. Уверены, но сами не видны. Уверены, но это можно провести эксперимент, но я уверен. Поэтому я что хочу сказать. Если понимать под византийством традиционную политическую культуру, иерархии, патерналистского государства, бессловестного беспомощного общества, диктата государственной машины, чинопочитания, любви к начальству, это все, безусловно, есть. Это сейчас очень бурно возрождается в России, переходя порой просто в комические формы. Вот была такая история в Совете Федерации. Когда там создали фракцию Федерации в прошлом году, то фракция, группа Федерации сказала, что наша главная программная установка – это поддержка президента. Мы любим президента, мы его поддерживаем, поэтому мы объединились. А то меньшинство, которое не вошло в группу Федерации, страшно обиделось. Они сказали, а что же получается? Мы что ли не любим президента? Мы тоже любим президента, и не меньше, чем эта федерация. И вот там какое-то время шло соревнование между двумя этими частями Совета Федерации, кто больше любит президента. Мне кажется, что мы несколько не в том ключе, когда говорим, я говорю не про сейчас, а вообще, когда мы обсуждаем тему особенностей российской политической культуры, называем вот Византия, называем такой закулисный, там термины всякие типа семья, корпоративное, бюрократическое государство. Это, безусловно, все правильно. Это действительно имеет место. Это то, что в мире называется реалполитик, или лоббирование. Есть английские слова для того же самого явления. В этом смысле мы ничем не отличаемся от других стран. Но с моей точки зрения, главная проблема состоит в том, что у нас нет второго важнейшего элемента политической культуры. Это идеология журавля в небе. Вот у нас становится неприличным иметь принципы. Знаете, вот Яблоково 10 лет третирует за то, что мы говорим, что дважды два четыре. Говорят, ну что толк от того, что говорить? Какие вы упрямые? Надо заниматься делом. Надо заниматься реальной политикой. Надо делать откат. Дважды два пять. Один нам. Вот о чем говорят нам. Понимаете, вот современная политическая культура, она должна иметь в качестве важнейшей вот эту составляющую. Почему у нас нет национальной идеи? Не потому, что ее нельзя выдумать. Ее нельзя выдумать, действительно. Национальная идея берется из реальной жизни. Она формируется как идея, прежде всего, элиты, конечно, политической. И потом она через средства массовой информации, через различные системы воздействия экономические, социальные, она доходит до всего народа. Потому что задача элиты, ее главная роль состоит в том, чтобы вот с людьми, с народом поднимать их как бы к своему уровню. Не опускаться до их уровня, а поднимать к своему уровню. И вот это главная проблема, с моей точки зрения. У нас политика сегодня, и это рекламируется, пропагандируется, мы этим гордимся. Политика абсолютно без всякой идеи, без малейшей. Практически нет политических партий, нет политических партий, у которых есть идеология. Я знаю две, КПРФ и Яблоко. Две политические партии. Уже немало, уже может быть двухпартийная система. Ну хорошо, двухпартийная. Ну я тут зафиксирую только то, что как раз Россию, русских избирателей, русское общество, больше всего одновременно обвиняют в том, что это очень такая утопическая, идеальная нация, которая как раз ради вот этих идеалов готова отказаться от этой повседневности, от этой прагматики. Алексей Михайлович, вы как историк проясните, все-таки дайте нам какие-то ориентиры. Действительно Россия унаследовала от Византии православие особую ветвь христианства, восточного христианства, причем не в какой-то момент, а в момент, в общем, когда в самой Византии эта конфессия, этот набор ценностей, он достиг известного расцвета, такого вот акме, как раз незадолго до, ну в историческом плане, незадолго до гибели этой культуры, физической гибели, политической гибели этой культуры, и Россия получила такой вот монашеский, более того, даже паламитский, сихасский идеал поведения в миру, в принципе, то есть когда на самом деле ценностям мира придавалось очень небольшое значение, они полностью подчинялись, не уравновешивались ценностями религиозными, а подчинялись им, и это чувствуется до сих пор, я перескакиваю через века, ну вот вам опрос один современный, опрос примерно проведённый тоже на тему, которая часто проводят в западных странах, в данном случае я сравниваю один из классических французских опросов, 70-х годов и классический, русский, 90-х их можно сравнивать, потому что примерно внешне похожий набор политических партий, от коммунистов до правых существует и там, и там, все мы прекрасно знаем, я думаю, все здесь присутствующие, что в странах западных, особенно католических, заметна очень чёткая корреляция между голосованием за левых и несвязанностью с церковью, чтобы не сказать неверием, и за правых, и постоянной связью, регулярной связью с церковью, и с церковью ничего подобного, в русской политической форме нет никакой корреляции. А никакой? Никакой корреляции. Это очень интересно. То есть у нас вера ещё не вера, разбросана по всем политическим углам. Да, да, да. То есть фактически у нас вот это вот религиозное начало, оно не пронизывает с собой политику. С этим, по крайней мере, связан такой несколько гипертрофированный, очищенный, рафинированный морализм, который уравновешивается как раз, к сожалению, столь же признаваемым обществом, аморализмом, который терпится, то, что на Западе часто как-то вот всё-таки очищается, фильтруется, в хорошем смысле слова, не в том, в каком-то глагол сейчас иногда используется, у нас нет. Но я бы не стал сводить, конечно, всю русскую политическую культуру вот к этому византийскому изводу. Хочу сказать несколько слов о том, что здесь затрагивалось. Ну, сначала, во-первых, по символам, скажем, портрет президента или флаг, национальный флаг государства. Вообще, в принципе, сейчас, мне кажется, это уже абсолютно не является, никак не связано с политикой и принадлежностью, допустим, к типу политики. Допустим, если мы возьмём США, то после взрывов 11 сентября... Все со значками. Все со значками, но это не означает, что у них византийская политика. Вот, и я, например... А это ли с портретами, Андрей Петрович? Я поставил портрет президента только по очень простой причине, потому что можно ругать президента, можно его хвалить, но это новая эпоха, и я его знаю лично. И у меня портреты, кстати, многих политических деятелей. Я посчитал, что он вполне заслуживает его портрет. Иконографически он не испортит вашу... Да, он не испортит. Вот. И, кстати, надо сказать, я не первый раз там ставлю символы. Я помню, когда я первый раз пришёл в Министерство финансов, это было в 92-м году. Извините, я пояснил, для тех, кто не знает, Андрей Петрович у нас работал в государственной структуре в Министерстве финансов, а сейчас занимается бизнесом и одновременно научной деятельностью. Я вот напомню, в 92-м году было абсолютно неуважение к любым государственным символам. Вот это было в связи с тем, что только что закончилась советская эпоха, было полное неприятие всех символов. Но всё равно же надо на что-то опираться, за твоей спиной что-то должно быть. И я, например, тогда предложил тогдашнему министру финансову Бурчугу поставить флаги в кабинетах Министерства финансов. И, надо сказать, с большим удовольствием все мои коллеги эту инициативу поддержали. И никакого, так сказать, византийства там не было. Я просто их понимаю, им действительно за спиной что-то должно быть для них. Что касается нашей политики, то здесь, наверное, недостаток у нас... Я бы его грубо сформулировал. Может быть, политики там более тонко. Но мне кажется, вот грубо заключается... Проблема заключается в том, что у нас принимаются решения не по отношению к праву, да? У нас нет критериев права при принятии решения, а есть критерии клановости. То есть, там, семья, путинцы, чекисты и прочее, прочее, прочее. Анепсидж, я вам хочу задать один вопрос. Когда вы были заместителем министра финансов, даже первым заместителем министра финансов, да? Ну, вы, я думаю, имели примерно те же самые представления, что сегодня о русской политической культуре реально, и знали ее слабые и сильные стороны. Вот скажите, пожалуйста, вы действовали, как первым заместителем финансов, чаще используя вот те принципы, новые русской политической культуры, которые хотелось бы, чтобы у нас были, и чтобы их было больше? Или все-таки вы в реальных действиях больше опирались на старые, традиционные, хотя бы потому, что это более эффективно и привычно? Как вы вот сочетали ваш идеализм? У меня не было никаких старых и традиционных, потому что до приходя в министерство финансов я работал в Академии наук, и ни в какой политической элите не состоял. Академия наук – это то же самое византийство, что и в правительстве. Ну вы что, вот так вот и действовали, вот как бы по нормам новой политической культуры, все гласно, все публично, значит, отчет, брали на себя полностью ответственность, там, говорили правду в глаза людям, или все-таки им приходилось использовать? Я никогда не избегал открытого разговора, вот депутаты, все могут вспомнить, как я всегда приходил на заседание комитет, они меня всегда спрашивали, о всем, что хотели. Ну хорошо, но старые методы, византийские политические методы, вы все-таки использовали? Правда, не всегда получали ответственность. Использовали все-таки византийские методы? Ну, мне трудно сказать, что значит византийские методы. Но то, что вам самому отвратительно в нашей политической культуре. Вы знаете, у меня была задача одна, когда я приходил в Государственную Думу, я хотел утвердить бюджет. И подкупали этих депутатов? Когда, скажем так, я сталкивался с византийскими методами работы по отношению ко мне, я, естественно, старался на это дело отвечать. Адекватно? Ну, методами, которые достигали цели. Понимаете, не в этом дело. Переговоры, лоббирования, методы, которые используют исполнительные власти, разные партии, чтобы договориться между собой, это все обычно для всех парламентов мира. И здесь нет ничего такого сверхъестественного. Если говорить все-таки об отличительных чертах нашего политического устройства и того, как сейчас строится реальная политика, то я как бы вернусь к тому, о чем я говорил вначале. Вот сегодня, на самом деле, люди доверяют не партиям, а доверяют одному человеку. Сегодня устройте выборы, назовите партию Путина и все остальные партии. Она берет подавляющее число голосов. Это приводит к тому, что даже партии сами в проведении каких-то своих политических приоритетов, пытаясь что-то добиться, апеллируют даже не к народу, а к Путину. Вот даже яблоко независимой партии, все равно, они пытаются какие-то свои вещи реализовать, убеждая президента в том, что нужно сделать... Дважды, два, четыре. Да. Предположим, даже так. Я в этом ничего плохого не вижу. Дважды, два, пять. И вот в ответ появляется поручение, что в принципе вот есть в этом что-то разумное, в том, что дважды, два, четыре. Поручение правительству проработать вопрос и внести предложение. Я в этом ничего плохого не вижу. И понятно, и коммунисты тоже идут к президенту и пытаются его убить. То есть у нас вот такая немножко перевернутая картинка политической жизни. Это патернализм, чисто и патернализм. Это из чего, откуда это проистекает? Может быть, это, если хотите, византийство и историческое развитие России, где всегда был царь. Цезаризм. Потом был генералиссимус, генсек и так далее. Всё равно был один человек, главный, который всё решал. Вот эта политическая культура, когда на самом деле общество и народ, люди ориентируются на политические партии, программы, которые потом выдвигают своего лидера, и всё равно он выражает, так сказать, волю своей партии, проводят эту программу, и потом люди оценивают, как, собственно говоря, эта партия выполнила то, что обещала, и от этого зависит выбор. У нас пока, к сожалению, пока, эта культура не работает. Она постепенно прививается, но всё равно ориентация идёт на персон. Отсюда, конечно, и принятие решений, кадровых решений, каких-то основных политических решений, определяется не политическими силами, и не каким-то там народным волеизъявлением, а решением круга лиц, которые имеют доступ к человеку, который принимает эти решения. Вот это вот мы называем византийством. И, да, это очевидно, сегодня это так. Но вот это постепенно нам всё-таки нужно избавляться от того, что решение принимается кем-то одним, пусть там из лучших побуждений, но кулуарно, не публично. И даже политические партии пытаются именно таким образом воздействовать на процесс принятия решений. Я всё-таки сейчас, я хочу, чтобы нам прийти к другому кругу рассуждений. Может быть, завершить этот. Всё-таки Маркиза Декюстина процитирую. Это 1939 год, он описывает XIX века в России. Но то, что здесь говорили, во многом говорит о том, что в каком смысле наше общество мало изменилось. Россия страна необузданных страстей и рабских характеров, бунтарей автоматов, заговорщиков и бездушных механизмов. Здесь нет промежуточной степени между тираном и рабом, между безумцем и животным. Золотая середина здесь неизвестна, её не признаёт природа. Лютый мороз и полячий зной толкают людей на крайности. То есть, вот эту систему крайностей, мы это обсудили, патернализм, вождизм, цезаризм тоже обсудили. Но я хочу вам дальше для разговора предложить такие-то. Пусть это будут гипотезы. Всё-таки у нас появилась публичная политика. Всё-таки у нас появилась ротация людей при власти. Потому что в советское время абсолютно нонсенсом было, когда там генсек просто уходил в могилу практически единственной. Был вариант либо на дачу, либо в небытие. Премьер-министры, если исчезали, то они тоже сходили со страницей газет. У нас премьер-министр сейчас заседает в Думе, занимается публичной политикой. Два бывших президента тоже на людях в той или иной степени. Люди привыкли к тому, что уход в отставку – это не смерть, ни физическое, ни политическое. У нас всё-таки появилась какая-то привычка отчитываться перед населением. Пусть это там, пусть хотя бы для выборов, чтобы хотя бы привлечь избирателей. Но неужели всего этого, всё это не проявляется в какой-то достаточной степени? В этой связи я прошу вас поговорить вот об этих новых чертах и насколько они эффективны. То есть вот почему я вас спрашивал? Не для того, чтобы вас уязвить, а чтобы понять, в реальной жизни эффективнее для достижения, пусть благой цели, использовать политические старые методы или новые. Если эффективнее старые, то вы будете неизбежно к ним прибегать. А если эффективнее новые, то, естественно, они будут всё больше и больше нарастать. Вот давайте об этом, пожалуйста. Вот я хотел поговорить о морали, о принципе с практической точки зрения. В этом смысле обратиться к феномену Путина. Посмотрите, что такое Путин. Путин – это человек, который сказал замочить в сортире. И замочил в сортире. Он сказал, что надо поднять лодку, и поднял лодку. Вы что думаете, что наш народ совсем уже, что ли, ничего не соображает? Он прекрасно понимает. Ну, это риторически. Он прекрасно понимает. Значит, он привык к тому, что наши политики всё время врут. Всё время, всю жизнь, все. Поголовно. Те, которые имеют реальную власть. Не те, которые там сидят в Думе, потому что нас не рассматривают, как людей, которые что-то могут. Мы, как бы, так сказать, ну, как Жириновский, так сказать, у нас самый такой яркий сегодня депутат Государственной Думы. Я думал, на какой минуте мелькнёт эта фамилия, она привёл. Значит, вот сегодня публичная политика – это танцевать, сидеть за стеклом и в огоньке там бегать и петь какие-то песни. Вот что такое публичная политика. И в этом, с моей точки зрения, главная проблема. Власть и публичная политика – это разделены. И вот Путин, он начинал с 2% рейтинга. С 2% в августе месяце, когда я его назначил. Мы тогда встречались в сентябре. И тогда начали с ним вести диалог. И на самом деле, вот он действительно является представителем тех принципов, прагматичных принципов, что он говорит, и это делается. Говорит, и это делается. В этом смысле сложнее всем остальным. Потому что, чтобы занять это место во власти, мы должны что-то реально сделать. А что мы можем сделать, не имея это власти. Вот такой парадокс. Поэтому мы, как всегда, подошли к третьему русскому вопросу под конец великому. Обсудили, что происходит, кто виноват. Значит, теперь вопрос, что делать. Вот с моей точки зрения, вот сегодня ключ, ключ лежит решение вопроса с нашей политической культурой, которая, с моей точки зрения, ничем не отличается от мировой. Вот я просто в этом убеждён. Только есть одна большая разница. Вот, например, в Америке Клинтона под импичмент подвели, не за Монику Левинске, а за то, что он солгал под присягой. Ну, это же все знают политики в Америке и в Европе. Не за Монику, а за то, что он солгал под присягой. Подвели, но потом не отправили. Да, но не отправили, да. Но это другая история. Но сам факт, что это было фактором жизни. Человек, у нас политики каждый день по 10 раз с утра до вечера, так сказать, всё время врут, всё время обманывают. И им за это ничего не бывает. Под присягой. В том числе и под присягой, я извиняюсь. У нас были и такие люди, которые... Хорошо, но новые формы. Они приходят, что сменяют. Что касается новых форм, я убеждён в том, и выборы, которые мы вели, 5 выборов за последние годы, 3 в Думу и 2 президентских, нас убедили в том, что решения проблемы сверху в России нет. Её не существует. Проблема сверху не решается. Значит, проблема может идти только снизу. Потому что принципы нельзя навязать. Вот почему ущербно? Вот почему я вот в этом смысле не согласен с маркизом Де Кюстином. Действительно, любое навязанное таких принципов сверху, будь то коммунизм, будь то капитализм, будь то какая-то религиозная идея, будь то какая-то там шовинистическая или геополитическая идея, они обречены. Единственное, что может вырасти, это может вырасти только снизу, из гражданского общества. И вот здесь, с моей точки зрения, главная задача нашей российской политической элиты, той элиты, которая заинтересована в том, чтобы у нас была политическая культура на уровне современных требований. Мы уже договорились, что политическая культура это набор стереотипов поведенческих определенных, которые сформировались за столетия. И мы уже выяснили здесь, что у нас достаточно традиционная культура. Патерналистская, царистская, централистская, какая угодно. И ничего удивительного в этом нет. У нас был опыт политической демократии с 17 октября 1905 года по 25 октября 1917, 12 лет. И вот с 90-го года, 12 лет, за всю нашу тысячелетнюю историю. А все остальное время у нас правила, так сказать, абсолютно неограниченная власть, которая ломала своих подданных, как хотела, через колено, издевалась и так далее. И удивляться тому, что у нас такая политическая культура не приходится. Не надо преувеличивать, Виталий Тович, и то, что у нас ротация идет элит. Но какая ротация элит в Азарстане? Какая ротация элит... За 10 лет, за 10 лет. Да ну что, о чем вы говорите? У нас больше, чем в половине регионов России существуют сложившиеся авторитарные режимы, которые существуют... Многие еще с советских времен... Совершенно верно. Первые, вторые секретари. Это бывшие первые, вторые секретари, и которым сейчас, кстати, дали возможность еще лет 10-12 находиться при власти. Это уже при нашем нынешнем новом президенте. Поэтому у нас очень традиционная, очень застывшая, очень архаическая, очень коррумпированная политическая система. Если появляются какие-то новые черты, они, безусловно, появляются, то эта политическая система делает все, чтобы их дискредитировать. Посмотрите последние выборы в Московскую городскую думу. Это классический пример. Москва у нас считается едва ли не самым европейским городом, самым продвинутым, самым развитым и так далее. Из 35 мест, 32, по-моему, получает так называемый список Лужкова. В результате люди, понимая, что это профанация, а не реальные выборы, отказываются идти на избирательные участки. Явка рекордно низкая. Я впервые не пошел на московские городские выборы. Да, рекордно низкая явка и рекордно высокий процент людей, проголосовавших против всех. То есть, что мы видим? Мы видим противоречие между практикой и законом. То, о чем Андрей говорил. Закон говорит, у нас должны быть периодические выборы. А что дает нам практика? Выборы превращаются в профанацию. Так что я боюсь, что решая какие-то тактические задачи, типа низких налогов или каких-то еще отдельных экономических задач, стратегически, с точки зрения зрелости общества, мы идем назад и мы сейчас отступаем. Я все-таки оптимист и уверен, что изменения в политической культуре тоже могут перейти достаточно быстро, как, например, они у нас шли в том числе и в экономике. Изменения же большие, но не будем об этом. Вот мне кажется, здесь в чем недостаток, пожалуй, и что может сделать, кстати, власть сверху? Мне кажется, что отсутствие вот этой самостоятельности, уважения к закону, оно основывается в том числе и на отсутствии среднего класса, отсутствии малого предпринимательства. Ну, это же основа всего. А у нас вот там, согласно исследованию Мирового банка, того же, так сказать, не буду ссоваться на отечество, Мировой банк зафиксировал, что за последние несколько лет количество мелких предпринимателей снизилось, а количество, значит, препятствий со стороны крупных предпринимателей, как у нас принято называть олигархов, оно, так сказать, возросло. Препятствие реформам и препятствие, скажем, созданию вот этого среднего класса. Власть может здесь что-то сделать? Мне кажется, может. Хотя бы, так сказать, с точки зрения... Это же олигархи против себя. Ну... Ну, как? А что такое власть? Я с этим не согласен. Я не согласен. Да, они имеют влияние на власть. Нет, они имеют влияние на власть, но в том-то и заслуга публичных политиков, там, того же президента, допустим, если он переборет эту ситуацию, значит, действительно, он... В конце концов, у него... Ясно не только президент, это правда. В конце концов, у него мандат от людей, и он это прекрасно понимает, не от семьи, а именно от людей мандат. То есть мы здесь в такой ловушке. У нас слабый средний класс, у нас же не сложилось полноценное гражданское общество. Соответственно, избиратели не требуют от политиков вот той современной политической культуры, которые должны быть требованы. Но решить эту проблему, получается, можно только, прибегая к административным методам, когда президент... Не только, в том числе и. Вот, например, я простой пример приведу. Вот бюджет, да? Здесь вот все знают, бюджет лучше меня сейчас, текущий. Вот я считаю, главный недостаток современного бюджета, вот тот, который утвердили, то, что снизили соотношение между федеральным бюджетом и региональным, ну, в пользу федерального, да? А что дальше-то происходит? Вот они думают, что там этим хватит, там так, так, так. Что делают губернаторы? Они свой дефицит покрывают за счет местного самоуправления. А что такое местное самоуправление? Это основа гражданского общества на местном уровне. А у нас вся страна состоит не из мегаполисов, а она в основном состоит из вот этих образований мелких, ну, небольших, где, в общем-то... Селков городского типа. Да, поселков городского типа, где несколько тысяч человек живет, которые все знают друг друга. Все знают. Вот когда люди там будут решать свои проблемы сами, да, ну, вот я, например, сейчас сталкиваюсь тоже с малыми городами в силу там работы в компании, я точно знаю, что там люди полагаются, особенно в трудных условиях, в основном только на себя. А если у них отнимают финансовый ресурс для решения этой проблемы, то им ничего, кроме как погибать, не остается. Понятно. То есть в современную политическую культуру входит как раз не централизация власти, в том числе финансовая, а наоборот, децентрализация передачи полномочий максимального. Передать, скажем, так сказать, финансовые ресурсы на уровень местного самоуправления, это мы можем на уровне федеральном? Вашу цепочку надо завершать. А местное самоуправление, милиционер, там, местный начальник, они решают свою финансовую проблему за счет населения. Ну, я... И все на этом замыкается. Да, да. И все на этом замыкается. И в этом смысле не решает проблему передача денег на уровень местного самоуправления. Кстати, это парадокс нашей политической культуры. Все говорят, что федеральная власть, центральная власть слишком сильна, при этом все говорят, но больше всего мы страдаем от местной власти. Предприниматели в моем регионе говорят, что хуже всего федеральной структуры. То есть как бы с местными властями проблем гораздо меньше. Вы с ними ведете постоянные... Федеральная налоговая инспекция, федеральная налоговая полиция, федеральная пожарная служба, это все федеральные структуры. Именно с ними главные проблемы. Мы почему-то все время ссылаемся на Запад. У нас есть великолепный отечественный опыт децентрализации. Это великая реформа Александра Второго. Александр Второй, который совершенно осознанно делегировал полномочия с земством, совершенно осознанно проводил великолепную школьную реформу, совершенно осознанно освободил 90% населения от рабства. Он как раз понимал, что суперцентрализованное государство неэффективно. И именно он заложил основу экономического бурного роста России в конце 19 века. Нам не нужно ссылаться на западный опыт. У нас есть прекрасный отечественный опыт успешных демократических гражданских реформ. Может быть, чтобы завершить просто вот эту тему централизации, децентрализации. И вообще мы к финалу уже идем. Я хочу сказать, что вообще у нас, конечно, очень сильные колебания есть. У нас в конце 80-х годов был крен децентрализации. И, по существу, бывшая страна СССР империя распалась фактически. Был какой-то момент, когда всем казалось, что уступки регионам настолько велики, и центральная власть в лице Ельцина настолько слаба, что вот-вот и развалится Россия. И действительно, очень много уже было к этому предпосылок, и многое было сделано. Там в финансовом плане были отданы колоссальные полномочия целому ряду республик, целому ряду крупных регионов, и было опасно. Сейчас маятник качнулся в другую сторону. Да, вот была большая опасность децентрализации, развала. Сейчас, безусловно, идет крен к сверхцентрализации. И мы видим это каждый год, и это не случайно. Это продуманная политика центра. Я, например, считаю, что центр перегибает палку, и это, в общем-то, может плохо кончиться, если вовремя не остановиться. Но это объективный процесс, это маятник, он у нас все время качается туда-сюда. Но все-таки мы начали это с разговора о том, что есть ли хоть какой-то оптимизм в том, что будет происходить дальше. Я так понимаю, что вопрос... Ну, хотелось бы, да. Да, поставлен именно так. Не потому, что нас об этом Кремль просит, а про себя-то проясните. Ну, что я хотел бы сказать. Сейчас, вот говорят, Дума, это скучная, действительно, от нее значительно меньше зависит, народ на нее меньше ориентируется. Но, тем не менее, правы и другие, которые говорят, что в этой ситуации она может принимать законы, которые невозможно было себе представить, что она примет предыдущие там 6 лет. Потому что оппозиция блокировала эти законы. Их много. Это земельная законодательство, трудовое. Налоги мы пытались снизить безуспешно на протяжении многих лет. Сейчас мы это сделали и будем продолжать делать. То есть, это ситуация, которая позволяет принимать конкретные решения, которые дают возможность стране двигаться вперед. В рамках этой новой культуры политической. В рамках новой, но здесь не должно быть, опять же, перегибов, когда Дума безропотно выполняет любую команду, которая ей поступает. Этого ни в коем случае не должно быть. Потому что, на самом деле, в Думе представлены политические партии. И политическая партия, она не должна слушаться. Команда сверху из администрации, из исполнителей. А зачем вообще не слушаться? Если бы я был лидером партии, я бы не слушался. Но сегодня, к сожалению... Партия ваша была бы небольшой. Она была бы небольшой и, скорее всего, не попала бы в следующую Думу. Ну, замерзный. Поэтому, опять же, здесь нужно иметь очень четкие границы вот этого процесса, когда тебе приходит указание какое-то из администрации или из правительства сделать вот так. Это безропотно. Это, в принципе, не должно быть. Депутаты должны оставаться представителями политической партии, принимать решения, исходя из того, как они считают правильным делать. Мне кажется, что вот тема распределения полномочий между уровнем власти, она не интересует населения. Не волнует совершенно. Значит, я неоднократно сталкивался с тем, что они не то, что не понимают, что такое депутат там и министр. Они просто абсолютно уверены. И мне кажется, что люди совершенно правы. Что вся наша власть – это единая корпорация. И они всех воспринимают, начиная с уровня местного самоуправления, как мы научно выражаемся, заканчивая президентом, что это все одно и то же. Что вот есть люди, а есть власть. Начальники. Есть начальники. И вот здесь между этим, между вот властью новой корпорации и людьми пропасть. Откуда берется карманная дума? Откуда берутся коррумпированные чиновники? Отсюда. Потому что здесь, по сути дела, вот создан такой механизм, где без взяток, на самом деле, почти ничего не работает. И почему нет малого бизнеса? Потому что любой малый бизнесмен хорошо знает, что если он, как они говорят, не занесет, то у него будет там санэпидстанция, у него будет налоговая полиция, у него все это будет. Значит, бороться с этим можно только одним способом. Это легко сказать, но очень тяжело сделать. Это надо, чтобы вот эти люди, которые вот внизу, чтобы они перестали в один день, в один момент не заносить. Знаете? Ну, это так не бывает. Как это сделать? Нет, я вам скажу, значит, в чем дело. Если все вместе, все вместе, это то, что называется гражданское общество, то, что называется политический процесс. Если все вместе объединяются в какие-то политические партии. Партия, например, которая называется так, что не будем платить взятки в санэпидстанцию. Вот такая партия создана. И тогда вот все предприниматели этого, там, не знаю, города, района, при выборах. А штаб-квартиру она получит, эта партия в санэпидстанцию закроет. В московскую городскую, например, думу, тогда эта партия может будет пройти без вот этого участка работы санэпидстанцией. Потому что она будет публичной. Конечно, для этого понадобятся там телеканалы, понадобятся газеты, понадобится независимый суд, всякие мелочи. Это то, что называется гражданское общество. Без этого, пока вот все малый бизнес считает нормой для себя, работать так, как они работают, то есть делать такие вот накладные расходы, то есть вкладывать в себестоимость все те деньги, которые необходимы, чтобы он нормально развивался. Вот у нас и будет такая политическая элита. Я как раз не верю в возможности гражданского общества, если честно. Я думаю, что... В России или вообще? И вообще в России. И вообще в России. Здесь очень важно понять, где все-таки вот этот Архимедов-рычаг. Потому что как только мы начинаем говорить о гражданском обществе, мы оказываемся в каком-то порочном кругу и пытаемся объяснить одно с помощью другого. И в итоге змей, глотающий собственный хвост, получается. А для того, чтобы ответить, где этот Архимедов-рычаг, я думаю, надо прежде всего дать адекватное представление о том, что такое политическая культура. Точное определение. Честно говоря, определение словаря, да. Но здесь это необходимо даже раньше дать. Вообще культура, просто культура, что такое? Это, по-моему, техника, которая стала частью природы. То есть это нечто, созданное с нашим участием. Но мы перестаем уже это воспринимать как что-то зависимое от нас. Что-то как нечто... Естественное. ...извне приходящее к нам, как природа. И вот здесь очень любопытно. Вот что такое, не случайно, не случайно Сергей Викторович сказал о мировой политической культуре. Да, не просто о политической культуре. Есть, на самом деле, два слоя политической культуры. У каждой страны, у каждой цивилизации, если хотите, я не сторонник Хантингтона, но у каждой цивилизации, там, в понимании, то имя как угодно, есть своя политическая культура. Там, почему мы говорим только о западных политических культурах. Есть японская, есть китайская, есть российская, там, бирманская, какие угодно. И есть действительно то, что можно назвать мировой политической культурой. Это немножко другое. Знаете, каждый ездит, там, пользуется колесом, не пользуется, но все в мире сейчас пользуются автомобилем. А вот понять, что это такое, довольно любопытно. То есть три вопроса здесь. Во-первых, нужно ли изобретать каждому автомобиль, или можно купить этот автомобиль? Можно ли изобрести автомобиль каждому? И тут есть большие сомнения, что все культуры смогут его изобрести, хотя могут пользоваться им. И третье, можно ли пользоваться везде автомобилем? Нет. Можно пользоваться там, только где есть дороги, где есть бензин. Нет автомобилей, может быть, они не там изобретены. Там гаишник какой-нибудь. Все это светофор, все это непременные условия. И вот вот возникает вопрос, а что нам нужно? Можем ли мы заимствовать какую-то политическую культуру, вот эту самую мировую? Я думаю, что да. Это изобретение. В свое время Александр Гамильтон сказал, что разделение властей – это великое изобретение Монтескё. Это такое же изобретение, как физические открытия, как математические открытия, как экономические открытия, чем политология хуже. Это тоже наука, как колесо, в конце концов. Это тоже открытие разделения властей, субсидиарность, ответственное правительство, чередование партии и власть – это все изобретения. И вот вопрос, а кто может внедрять изобретения, кто может их делать? А нам надо изобретать не автомобиль, нам надо изобретать дороги, бензин или способы их доставки к нам. И вот это очень интересный вопрос, потому что мы на самом деле, вступив на путь заимствования, как и все остальные в мире этих изобретений, мы тем не менее какой-то важный этап пропустили. Мы не построили дороги, не построили и в физическом смысле, и в политическом смысле. Что это значит? Запад решил для себя, например, проблему одну очень важную, которую у нас даже не заметили ни в 18-м, ни в 19-м веке, потому что для нас это было неактуально. Проблему дрессировки бюрократии, когда бюрократии не позволялось контролировать, захватывать фактически и диктовать свою волю верховные власти. У нас до сих пор не очень четко понимают, что верховная власть и бюрократия это совсем разные вещи, и бюрократия не обязательно рука верховной власти. Этого надо каким-то образом достичь. На Западе это само собой произошло путем решения других проблем, сословного разделения, дифференциации властей между сословиями, и потом, наоборот, преодоление сословной организации представительства. У нас этого не было, но у нас проблема дрессировки бюрократии как самостоятельная проблема, как проблема дороги, бензина, осознанно не была. А вот теперь кто субъект, на мой взгляд? Мне кажется, нет такого выбора, ездить на автомобиле или попробовать вернуться к телеге. Нет такого выбора. Выбор уже нет, конечно. Просто не существует. Нет такого желания у людей. Да, нам автомобиль пока еще не подходит, дорог нет. Но от этого никто от него отказываться не будет. По Москве будут ездить. Вот на этом все и закончится. Поэтому, на самом деле, задача состоит в том, чтобы дать возможность людям построить эти дороги. И задача политиков не мешает. Я сейчас задам финальный вопрос, и отвечая на него, каждый может еще по одной-двум фразам сказать. А завершая наше обсуждение, и вот этот спич Алексея Михайловича очень удачно пришелся, в том числе с его метафорой, значит, она только развивается так. Если дороги не проложены, а двигаться вперед нужно, то тогда вместо автомобиля пускается, в лучшем случае, джип с вооруженной охраной, а в худшем случае просто танк. Он все равно движется вперед, но, так сказать, старыми методами. Мой финальный вопрос, он такой персонализированный. Я хотел бы прямого ответа, тем более, что первая фамилия Путин, она в самом начале дискуссии нашей всплыла. Я вас прошу назвать, на ваш взгляд, российского политика, желательно известного большей части населения, которого вы считаете не только приверженцем этой новой политической культуры, но и человеком, который ее максимально притворяет в своей реальной политической практике. Александр Вячеславович, я затрудняюсь. Не знаю, честно скажу. Я думаю, что есть такие люди в Яблоке и в СПС. Довольно много. Справа? В том числе, да, в либеральном ладере. И в том числе в регионах их, к счастью, достаточно много. Здесь я согласен с Владимиром Александровичем, что люди из Яблока говорят, ну, скажем, вещи, которые понятны и прозрачны. Вот для меня, например, как для одной из моих занятий, это бизнес. Для меня абсолютно понятно, я целиком и полностью поддерживаю то, что они говорят. Я бы так сказал. Жуков, Рыжков и Иванович. Нет, друг другу себя не называть. Себя не называть. Так, хорошо. Сергей Викторович, Григорий Алексеевич Явлинский скажу я за вас, но вы назовите еще хотя бы одну фамилию. Во-первых, я просто хотел сказать о Григории Явлинском, вы абсолютно точно угадали, как о первом политике этого направления. Он первый, и поэтому ему пришлось труднее всего. Мы пытаемся убедить избирателей. И передача наша, что делают, как известно, идет с шагом в две недели. Я никогда не рекламировал следующую передачу, но сейчас хочу попросить зрителей все-таки посмотреть ту, которая пойдет две недели спустя после этой. Почему? Весь секрет заключается в том, что сегодня я пригласил эту студию русских политиков, политологов, мужчин, а в следующий раз точно та же самая тема будут обсуждать только женщины. Это связано с тем, что наши две передачи идут в этот период от 23 февраля до 8 марта. Посмотрим через две недели, как женщины, русские политики и политологи обсуждают точно ту же самую проблему, а потом сравним. Спасибо, до свидания, до встречи в передаче «Что делали?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова